Привет, друзья! Завтрак – это моя любимая еда дня. Это потому, что на завтрак я могу наследиться своими хлопьями за кусочками шоколада. Они очень вкусные, и это отличный способ начать день. Иногда я просыпаюсь поздно. Например, после ночных гурьянок суживает большая вероятность того, что я проснусь во второй половине дня. Проблема в том, что когда я встаю днём, я всё ещё хочу съесть свои кусочки шоколада. И, может быть, несколько кусочков фруктов тоже, чтобы оставаться здоровым, или хотя бы притвориться. Но я также собираюсь пообедать и поужинать в какой-то момент, потому что я, вероятно, буду голоден. И тогда возникает вопрос, когда я днём ем свой шоколад, могу ли я всё ещё называть это завтраком? Но я, в грубом случае, так делаю, потому что это на вкус как завтрак, и мой день только что начался, даже если уже не утро. Но с точки зрения этого уроги, это проблематично. Видите ли, требование завтрака рано утром заложено в самом слове. Вы, возможно, узнаете часть из него. Завтра. Как, например, в предложении «Завтра днём я буду завтракать». Но изначально «завтра» было два слова – «за» и «утро». Так что отсюда, в русском языке, и на самом деле, во многих других языках, таких как испанский, немецкий и японский, чтобы назвать нисколько, можно видеть, что слова «утро» и «завтра» этимологически связаны между собой. И это имеет смысл, когда мы помним, что «завтра» должно было обозначать период, который начинается сразу после того, как мы проснёмся от ночного сна. Предположительно, на следующие утро. А затем, со временем «завтра» также стало означать не только «утро», но и весь день после сегодняшнего дня. Как примечание стороны, мы знаем, что означает «утро», но если вернёмся ещё далеко назад, то можно увидеть, как это слово родственна слову, обозначаемую «восток» во многих европейских языках. Всё это указывает на то, что «завтрак» по определению является едой, которую следует съесть утром, не только завтра утром, но и сегодня утром. И идеально каждое утро. Хорошо, к сожалению, кажется, что в этимологическом смысле создают чёткие правила, которые касаются, когда можно позавтракать. Но хотя я должен признать, что я считаю важным изучение этимологии, я всегда стараюсь убедиться, что это не определяет мою жизнь и моё поведение. Другие соображения тоже имеют значение, когда дело доходит до выбора времени до завтрака. Такие, как, например, ты из витерного ягорода. И сейчас, честно говоря, я проголодался от всей этой этимологии, этого разговора о шоколаде, и солнце почти садится. Так что я думаю, что пора завтракать. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...